Это умеем работать, это умеем, это умеем. Мало этого, заявили сейчас западники, что у них не хватает. Источены арсеналы. Так что вот сейчас этих задолбим и дальше до Атлантики. И еще одним махом всех, к черту мать. А кому там противостоять? Планы России раскрыты, это пеший туризм. Ой, а что случилось? Перейдет ли эта война в Европу? Перерастет ли она в более масштабный, уже совсем международный конфликт? Ответ, ну если вкратце, да. Давайте разберемся в том, что происходит и что же хотела сказать агент Симонян. Она сослалась на ответ Путина в Питере, который говорил, что... Они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях. Мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать. И где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания в НАТО в этот вооруженный конфликт. Это просто Путин, видимо, не слышал, что говорил по этому поводу министр обороны Украины, Резников. Аэродромы будут внутри Украины? Ну все, я вам сейчас прямо расскажу. Они будут там, где это будет удобно. Но, конечно, не может летать боевой самолет с территории страны. Конечно, они будут на Украине. Это в Украине, потому что иначе это будет нарушение неких ожиданий, что со стороны, например, со стороны НАТО залетает боевой самолет. Нет, это будут наши самолеты, украинские, с украинской символикой. Они будут в украинском небе защищать наше с вами небо. Или наоборот, слышал, и поэтому так бодро все рассказывает и угрожает. Аэродромы не будут на территории другой страны или других стран. F-16 и сложнее со взлетом, и легче в этом смысле одновременно. Ведь ему нужна ровная поверхность, а не аэродромные плиты. То есть угроза заведомо нерабочая. Здания и сооружения в центре Киева. Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений. Их много. Я потом вам скажу. Это уже не первый раз и не первый человек в российском телеэфире, который говорит, что за F-16 будут мстить. Про другую технику, которую Запад передает Украине, тоже говорили. Но там больше было не накаляйте, не снабжайте оружием. А тут создается впечатление, что нужно создать впечатление, что все серьезно. F-16 могут нести ядерные ракеты с ядерным зарядом. Значит, если вы дадите F-16, то мы шмальнем ядеркой по вам, ну как бы в ответ. Но куда? Что? Дальше. Если истребители будут взлетать с аэродромов за пределами Украины, чтобы бомбить наши города, истреблять наши города, наших людей. Ответ нет, это слишком далеко для них, технически. А политически никто не будет втягивать страны НАТО в конфликт и правда. К тому же свою мысль сегодня высказал недавно убиенный Кирилл Буданов и говорит, что нет таких идиотов даже в России, чтобы все это использовать. Но ситуация напряженная. А вот Джо Байден говорит, что могут быть проблемы и могут быть такие идиоты в России. И правда, Россия готова использовать ядерное оружие. К слову, Кирилл Буданов, который находится на извлечении, получивший тяжелое равнение в российских эфирах, так и остается ликвидированным. Получивший тяжелое равнение во время применения нашего ракетного обстрела этих центров принятия решения. Вы не поверите, сегодня украинские медиа распространили фотографию господина Буданова, где он стоит, по-моему, с японскими дипломатами. У нас на сегодняшний день есть фамилии, то есть фотографии заложенного, где ретешируется задний фон, где можно просмотреть, что это заснеженная территория, а показывается, что это сегодняшний день. Поэтому верить сегодня средствам массовой информации Украины – это себя не уважать. Да и как размещать что-то в Европе? Они же разворуют и на запчасти все продадут. Европа почти банкрот из-за помощи Украине. Так сказали у Соловьева. Значит, надо верить. Урсула фон дер Ляйн, когда выступает и говорит, что мы решили выделить 50 миллиардов евро. Первый вопрос, который необходимо ей задать, это известный советский вопрос, где деньги, Зина? Это чьи деньги вы выделяете? У вас есть свои 50 миллиардов, их нет. Долгосрочно бюджет Европейского Союза до 1927 года, можно сказать, что исчерпан, именно из-за финансовой подпитки Украины. Продолжает угрожать Симонян. Это уже все в порядке вещей. Президент сказал, как и где мы будем их поражать. Ну, где где? На Украине само собой понятно где. Если так встает вопрос, как и где, значит, имеется в виду, что еще где-то. Поэтому я считаю, что на этот первый волнующий всех вопрос ответ да. Хорошо это или плохо? Пока же жизнь приведет ли это к моментальному окончанию конфликта? А я думаю, что этим и кончится. Увидим. В любом случае, ответ, судя по всему, да. Итак, если применять ядерку, то где? На своей территории? На той территории, которую они считают своей? Или на той территории, которую они хотят захватить и считать своей? Ну и запуск этих ракет будет осуществляться вот такими вот российскими летчиками, которым, судя по всему, абсолютно все равно кого бомбить. Как в те далекие года, так и сегодня, опять идет борьба добра со злом. Бомберы мы свое предназначение помним, из боевого курса не свернем. Когда огонь зениток встретил залпом, когда подбит и кровь течет с лица. Ну что ж, встречайте, папу, бомбер работу будет делать до конца. Один из главных вопросов, в каком состоянии российское тактическое ядерное вооружение. И из-за всех вышедших сроков давности, годности и так далее, не будет ли неожиданностей, как, допустим, выпавшие на Белгород авиабомбы с российского самолета. Об этом вряд ли кто-то может сейчас рассказать. Инженеры, конструкторы, да и военные, которые могли бы на это как-то ответить, они либо выехали, либо должны молчать, либо уже никогда не смогут заговорить. В Москве, к слову, умер один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы. Хотя с кем воевать, по большому счету? Вся украинская армия просто подразделениями валит в плен сдаваться. Вот у нас сейчас количество пленных, просто вот, слава богу, растет день за днем. Да, вот слава богу, вот я не знаю, вы же там общаетесь с земляками, да, пожалуйста, передавайте. Вот они сдаются в плен, и они прям, ну вот, без громких слов, они рады, да. Да и воюют, оказывается, только под химией какой-то. Химию забрать не будут воевать. Не чтоб бухать, как русские, сидр. Когда после нанесения тяжелым вооружением по одному, это крайне, силеного пункта, из него просто уже, наверное, изнемогая, вышло порядка 60-70 человек, и вот это просто стадо людей, просто шло толпой по дороге, по ним наносилось огневое поражение, артиллерия градом, но они никуда не разбегались, просто шла толпа, умирала, и шли, откатывались там в свой район, в исход. Наркотики, страх. Ну вот общались с одним из пленных, ну и все подтверждают все это. Перед каждым наступом выдают, полятся из химии, да, реально. Ну самое страшное, таки озвучивает Мария Захарова. Ядерная угроза не была настолько реальной, пока методичку не спустили ей. Заметьте, трезвая, вроде бы. Линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Думаю, нет нужды в очередной раз прояснять существо возникающих в связи с этим стратегических рисков и потенциально катастрофический характер дальнейшего развития событий по наихудшему сценарию. Отдавая себе отчет в серьезности ситуации, неустанно, последовательно направляем западным странам отрезвляющие сигналы. Однако проблема в том, что Запад, он просто одержим антироссийской истерией и, наверное, поглощен тотальной гибридной войной против нашей страны. Так вот, он не проявляет готовности адекватно воспринимать нашу позицию. Таким образом, вся полнота ответственности за дальнейшую деградацию обстановки лежит на западных столицах. Со своей стороны, можем лишь вновь твердо заявить, что Россия полна решимости отстаивать свои интересы безопасности. И не рекомендовали бы Западу в этом сомневаться. Путин реально готов применить ядерку, когда будет загнан в угол. Вопрос только в том, где у России углы. Ведь красные линии мы уже видели. Подписывайтесь на мой канал. Название вы видите на экране. На канал Униан, чтобы быть в курсе всего, что происходит. Ну и, конечно, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok